Видно, начался ледниковый период. Сосульки. Казалось бы, нормальное явление для зимы, только не в том случае, когда коммунальщики их не вовремя убирают, что, конечно, создаёт опасность для прохожих. Безобразие это сплошное. Я вот представлю, сейчас пойдёт ребёнок, да мне ударит по голове. Извините, а ребёнок? Они огроменные, могут спать на голову. Избивать надо. У нас вроде нет на доме. А так, наверное, мешают. Опасно. И очень мешает, конечно. Они мешают не только я старая, а детям мешает очень. Бабахнет по башке. Страшно представить, какие могут быть последствия, если эта огромная сосулька сорвётся с крыши, скатится на козырёк и упадёт на голову жителя этого дома. Просто идёт. Каждый день сбивали. В этом не чистят, не сбивают. Просто вообще такое запущение. Во-первых, он козырёк снесёт вот этот. Вот. Она вся крыша уже заледенела, вся буквально. Они вот, видите, и на балконах вот это растут. Я, например, домой забегаю, бегу, чтобы не... Ну, видимо, просто они не справляются. Такая зима удалась. Поэтому винить их полностью невозможно. Я так думаю. Такая ситуация не только в жилых кварталах, но и на основных улицах города, где находятся социально важные объекты. Например, совет ветеранов или аптека. Здесь вообще вот это очень страшно. Мы как бы стараемся здесь вообще не ходить. В аптеку пришли? Ну, в аптеку надо. Заболели, конечно. Ну, нужно, конечно, это убирать. Это вообще страсть. Если ещё упадёт на голову, это кто будет виноват? Отвечать, конечно, кто? Никто. Это сейчас температура воздуха достаточно низкая. Синоптики обещают ещё большее похолодание. Но когда наступит оттепель, сосульки начнут падать. И если коммунальщики не успевают их убирать, то пусть хотя бы как здесь растягивают предупреждающую ленту. По району дежурили. Юлия Погося, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.